всем привет друзья как у вас дела у нас дела отлично на улице замечательная погода посмотрите до 16 17 градусов самое время чтобы пойти куда-нибудь на шашлыки но так как мы на самоизоляции вот лежим дома сегодня вообще ничего не хочу делать потому что погода хорошая окошко открыли ветер дует обожаю лежать вот именно при такой погоде и вот пока я здесь лежала серж пошел нарезал ананасики и принес мне вот смотрите какая вкусняшка нарезал еще зубочистками проткнул чтобы мне удобнее было кушать а я вот здесь вот лежу и вообще не хочу ничего делать потому что реально я люблю так вот полежать в теплую погоду при открытом окне и никуда не торопиться каролина сегодня с утра уже поснимала видео на мою камеру там летсплее что-то такое вообще мне сегодня нужно было делать тренировку чуть позже наверное стану буду тренироваться серж предлагал сегодня сделать блинчики а потом мы вспомнили что у нас есть очень много еды которую нужно съесть и суп приготовлен и салаты и нужно еще доесть колбаски которые с мясом их нужно будет запечь в духовке и он решил сделать сегодня колбаски в духовке потому что серж тоже теперь на самоизоляции эту неделю он никуда вообще ходить выходить не будет ничего делать не будет скорее всего то есть у него не будет уже встреч там и так далее ну хоть и не знаю посмотрим а каролина с ума сходит дома она уже и пластилин достала и все и все раскраски уже раскрасила и с лерой созванивается по видео звонку здесь в этой комнате у нас маленькие окна точнее просто одно окно а до этого когда у нас спальня была в большой комнате где два окна я постоянно смотрела на облака которые плывут у нас высокий этаж поэтому очень красиво и солнечно в комнате каролина за сержа компьютером еще сидела сейчас пока была у антона особо не ухаживал за кожей плюс там еще очень ветрено было в его городе поэтому кожа как-то знаете стала то ли шелушиться в каких-то местах она жирная в каких-то сухая короче беспредел просто творится сегодня нужно будет уделить время немножко себе сделать пилинги маски и так далее отшелушить полностью кожу и привести ее в порядок потому что оно невозможно так и на руках тоже кожа сохнет но на руках еще ладно я крем мажу а здесь просто мне лень было делать пилинги поэтому вот кожа сейчас выглядит вообще ну никак еще свико решили что она все таки меня отправит посылку из кореи вместе с масками санитайзерами и так далее но вот сейчас мама созванивалась нашей тети которая живет в корее она говорит что посылки не принимаются в корее на отправку россии ну и вообще в другие страны в принципе то есть сейчас они все это дело приостановили логистики никакой нет так что не получится получить у меня санитайзеры из кореи каролина утащила мою тарелку с ананасами хотела здесь со мной лечь а потом мне неудобно стало на горит можно я пойду в зал на диване горит вместе с этими ананасами забрала тарелку и пошла там где-то смотреть свой айпад кстати что касается карантина то у меня в принципе не стало как-то больше свободного времени потому что я и до этого все делала из дома единственное что мы убрали все получается походы в магазины торговые центры в кино и так далее в рестораны отменили вообще все наши развлечения и сейчас даже в принципе не планируем их на ближайший месяц я так подозреваю потому что смысла в этом абсолютно никакого не будет неизвестно насколько еще будут продлевать этот карантин и так далее и еще многие интересовались насчет антона насчет моего брата многие не знают кто такой антон антон это мой родной брат нас всего трое в семье века старшая я 2 и антон 3 и у него все нормально все отлично многие почему-то подумали что он без настроения как-то был на самом деле он всегда такое всегда немногословен и всегда в принципе не выражает эмоций так как это делаю я среди нас троих да вот детей я выражаю эмоции очень ярко очень бурно и так как вы смотрите мои видео на постоянной основе вы привыкли именно к такому выражение эмоций антон он немножко другой ну во первых потому что он мужчина во вторых сам по себе такой человек который он не будет плясать там или же танцевать или же там смеяться как я да например то что у меня просто темперамент такой вот и все серж на кухне здесь уже приготовил сказал мне выходить ну давай посмотрим а сколько еще по времени ну давай откроем посмотрим хотя бы как выглядит не надо почему это не стекло а не ты все таки сделал фольгой а а меня обманул говорит я сам делал как хочу такие типа будет просто если их не накрывать они потом так что у них так ты их вообще вовсе в фольге сделал с таким же успехом можно было бы их отварить нет ну а так очень вкусно пахнет может откроешь теперь сделаем корочку или уже будем есть ты что хочешь сам что будем их вытаскивать есть будем или будем ждать когда они дождем нет мы купили сержу хорошие футболки чтобы он вот это выбросил а он и не выбросила продолжает носить просто меня зачем кстати плитой пока что довольны хорошая плита мне нравится а теперь серж что ты врешь а я пользовалась ею все нормально давайте покажем что у нас на балконе у нас два балкона здесь сегодня так тепло так солнечно в общем это бочки у нас здесь стоят в котором мы прошлом году засаливали кимчи в этом году не засаливали потому что погода была теплая и на балконе хранить не получалось долго потому что в основном температура здесь была минус 5 иногда больше нуля вот зимой на кимчи нужно хранить при минусовой температуре желательно если на долгосрочное хранение поэтому в этом году просто по кочану по два кочана покупали и засаливали так и плюс ко всему еще в этом году в принципе мы кимчи так много ели как обычно это делали мы брали просто свежие овощи и из них салат делали мука еще лежит которую я покупала потому что поддалась можно сказать панике возможно потому что этой муки конкретно цельнозерновой тогда не было в магазине а я использую и мама использует только такую муку поэтому я сразу взяла две упаковки и здесь у нас водичка каролинина в сторону школу носит кстати написали что дистанционного обучения тоже не будет возможно они там не подготовились я не знаю короче очень не будет никакого обучения там до 3 что ли или до 5 числа здесь овощи фрукты соки и молоко который можно хоть и хранить в не холодильник то что сейчас все продукты у нас в холодильнике но естественно места нет несмотря на то что у нас холодильник огромный что готова чай тоже будем сейчас антон звонил что говорит все нормально он не может купить там мазь потому что рядом аптеки закрыты говорит интересно что там строить не знаю что ты здесь делаешь маму вот эту часть я обратно положила и она стала вот такой липкой аккуратней давай ничего сюда не этот может быть ты уже выбросишь свой каркас от домика нет ну так вот каролина здесь играет за этим столом почему-то за своим столом не играет хотя там солнечно так а здесь ее новые книжки вот бабушка положила прописи разные тетрадки чтобы она писала читала каждый вечер по одной книжке отсюда достает и читает уже намного лучше начала читать скоростью не увеличилась вот купила на мелки а на улице выходить сейчас нельзя на площадку даже не ходим хотя я смотрю людям как будто бы все равно они ходят вместе играют большими компаниями собираются на улице потому что погода теплая посмотрели у нас здесь все огородили все закрыли то есть площадки всякие спортивные вот эти вот пространство все закрыли но людям просто плевать они просто проходят сквозь ленточки и все и идут и собираются компаниями там на солнышке греются я вообще не понимаю зачем это нужно я понимаю если ты не контактишь с людьми или же ты идешь что место которое не закрыто но здесь закрыли люди просто берут и я не знаю чуть ли эти ленты не рвут зачем это нужно если бы не было бы закрытого входа дата я понимаю можно там зайти потому что ну а почему нет но если блин закрыли красной лентой показано все стоп вот я в шоке просто а ты значит надо стоить что-то меня щипаешь ох какая вкуснота я не поняла ты открывал фольгу что ли как это так села небольшая корочка да кстати ким чего который засаливала мама вот так вот выглядит видите усолилась и получилось полбанки или ты выкладывала уже отсюда ты чуть выложила уже она на одну порцию выложила все усолилась вот до сюда где-то было с утра и посмотрела вкусноте еще нет я сразу есть сколько минут ты готовил сготовил всегда когда кушаем завариваем чай все пошли отдыхать 4 каролины не слышно серже не слышно в общем я решила там не мешать серже он в нашей комнате а я в своей студии здесь на диване вот так вот прилегла все думает диван разложить наверное и чтобы он был как кровать диван пока здесь у себя в комнате это конечно круто когда есть у каждого свое личное пространство никто никому не мешает можно просто там уйти в другую комнату и отдохнуть уже на улице начинает темнеть кстати время 7 часов вечера день такой длинные уже прям летнее настроение при хорошей температуре и сержа сходил магазин купил рыбку такую и еще взял две пачки янтарной рыбки с перцем он так очень любит и говорит народу просто тьма в магазине он это покупает в пивном магазине где продают там квас пиво всякие снеки и так далее и вот он достаточно часто туда ходит покупает рыбку себе и говорит что сегодня просто нереальное количество людей было такого никогда не видел даже на выходные и просто люди на карантине они решили оторваться и закупают алкоголь просто литрами просто литрами ну потому что видимо у многих у некоторых по крайней мере людей нет никаких занятий дома кроме как выпивать алкоголь чем взял рыбку и я еще мне крут так хорошо на улице теплый приятный вечер прям так уже хочется скорее лето не прошло и нескольких дней как каролина хочет оторвать уже вот эти сквиши но один день я говорю не прошло и дуне как ты уже хочешь его оторвать я спрашиваю зачем я хочу и вот все пыталась оторвать его отсюда нет ну а зачем ты его хочешь оторвать не просто хочу играть а так чехол очень классно а я тебе сквиши вот как раз похожие покупала такие вот в корее выбор нэнди где они вот похожие три штучки были сейчас читала комментарии и знаете я вот не блокирую вообще людей иногда я думаю что все-таки нужно некоторых людей заблокировать я вообще в принципе никогда не блокировал ни на одном из своих каналов людей которые пишут там не негатив хейт который оскорбляет меня и так далее ну потому что я считаю что негатив это неотъемлемая часть ведения блога но в последнее время есть такие некоторые комментаторы которые вот прям просто пишут оскорбление и все вот что касается там критики мнение которое не совпадает с моим или же вообще просто негативного комментария то есть я абсолютно нормально таким комментариям отношусь потому что есть то что все мы люди все мы разные у нас у всех есть разная точка зрения на любую ситуацию и не обязательно допустим я считаю вот так и вы должны с этим соглашаться нет наоборот если я считаю вот так а у вас есть другое мнение это прекрасно потому что на одну и ту же ситуацию мы все смотрим по-разному со своей колокольни как говорится я никогда не удаляла комментарии время от времени меня почему-то обвиняют том что я чищу комментарии вот удалила все плохие комментарии оставила только те где тебя хвалят ты блогер ты выставляешь свою жизнь на показ значит ты обязана принимать и хейт и грязь и тому подобное я на самом деле ни один комментарий не удалила и не удаляю если какой-то комментарий возможно не опубликовался значит это youtube его просто не опубликовал потому что за последнее время у ютуба просто поменялась политика и youtube сейчас отслеживает как раз таки такие оскорбительного характера комментарии тем более если они приходят от одного и того же пользователя он может просто не опубликовать либо просто отправить на рассмотрение либо в спам закинуть вот и все то есть это делай сам youtube у него сейчас полностью поменялись правила вот так же хотела ответить на вопросы по поводу антона я уже до этого объясняла и рассказывала что я антона поддерживаю во всем абсолютно во всех его решениях во всех его начинаниях чтобы он не делал я всегда его поддерживаю даже если бы я сама так не поступила до его решение я всегда поддерживаю и также хотела объяснить немножко до ситуацию и вообще в принципе многие считают что вот мы поперлись цыганским табором туда к антону в гости нафига мы это сделали и так далее поехали туда как цыгане но во первых мы жили в таком составе да все вместе для нас это нормально и мы все родные друг другу люди и для нас нету такого что вот мы поехали в гости к антону вот как будто вот мы пошли в гости там каким-то своим знакомым да это его дом это наш дом наш дом это его дом он также спокойно может приехать жить у нас мы все вместе с ним когда-то жили объезжали все города то есть это для нас абсолютно нормально для нас нет не может существовать такой ситуации где я например на него обиделась и неделю не разговариваю или же антон обиделся на меня то и ему противно находиться со мной в обществе или там например писали что антон прям аж не может находиться рядом с мамой да бред никогда никогда в нашей семье такого нет и не будет потому что у нас совершенно другие отношения возможно у кого-то тоже такие отношения и я на самом деле считаю что это нормальные и хорошие отношения с родными у кого-то таких отношений нет возможно и нельзя никого винить в этом да просто я объясняю что вот у нас в семье это нормально что вот мы все вместе там можем в одной комнате лежать там что-то делать чаи гонять семечкой грызть и так далее антон только этому рад почему он не приехал сюда к нам потому что у него есть свои планы у него и свои дела но все-таки тоже взрослый человек он не может просто взять там и на неделю свалить куда-нибудь на и все у него тоже есть своя социальная жизнь так что вы такие вот дела не нужно там придумать какие-то байки там еще что-то какие-то обвинения мою сторону потому что ну если антон так не считает то все нормально и вот все отлично и антон он был рад тому что мы приехали наоборот ему было круто когда мы уехали он готовой так скучно там этот домой приходишь пусто потому что для антона нормально находиться со своей семьей вот вот так вот я хочу сказать так что друзья не будем развивать вот эту вот тему лишний раз потому что я знаю сейчас я начну допустим отвечаете на многие ваши вопросы так и начнутся потом вот ты начала там да ты ну блин я те кто знаете ситуацию идти просто понимают уже без слов и так все ясно как говорится вот сейчас я буду уже заканчивать этот влог обязательно ставьте пальчик вверх смотрите предыдущие если вы их пропустили подписывайтесь на канал и увидимся с вами уже завтра всем удачи и всем пока пока